Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат, с вами с вами мастер Фид Максим Амариев и сегодня мы станем свидетелями рекордного размышления над одним ходом в истории турнира претендентов. Алирезов Феруджа продумал час-две минуты над одним ходом против Хикару Накамуры. Давайте посмотрим, что же это были за размышления. Как мы видим, в третьем туре было несколько важнейших битв, и поэтому давайте приступим к их обзору. Начнем с партии лидера, одного из лидеров турнира, американского гроссмейстера Фабиана Каруаны. Он играл против Яна Кширтофа Дуды. У нас социальянская защита, предвестник интереснейшей битвы. Найдорф, игра с разносторонними рокировками, ну казалось бы, все для того, чтобы была максимально интересная битва. Очень солидно действовал Дуду. Во-первых, Х5 сыграл, чтобы не допустить здесь наезд Ж4, Х4, Ж5. Во-вторых, пошел на самый усушливый вариант. Вот здесь после взятия на Д5 играет конь Б6, нападая на пешку. Каруана довольно долго думал, менять этого коня или нет. Все-таки размен приводит к чуть лучшему у белых эндшпилю. Можно было пешку пожертвовать, сыграть типа слон Ф2 на конь Д5, С4. И там игра инициативный характер носит, у белых не хватает пешки, но есть компенсация. Вместо этого решил покрепче сыграть Фаби, сел на Б6. Конь А5, для того, чтобы на С6 торгнуться конем, ну и плюс С4 провести. Вот Дядь С8 не допускает С4, конь пошел на С6. И здесь такая разменная операция, взяли на Д5, но в случае Ферзь Д5, Ферзь С6, черные остаются с лишней пешкой. Поэтому после конь Д5, конь Б7 играет Фаби. Взяли. И у нас материальное равенство. Получилось вот такое окончание. Слон против коня. Пешка на А6 висит, но это не имеет большого значения, потому что есть конь С6. Владя Д2. И нам казалось, что здесь белые все-таки могли побороться за перевес. Ну скажем, Бадур предложил ход С3. После Владя Д8 поменяться, сыграть слон Е2. Идея сыграть А4 и создать себе проходную на вот этом фланге, на Ферзьевом. Если это все позволит осуществить, то какие-то шансы могут появиться. Так, допустим, провели. Слон Б8, А6. Владя Д2, Владя Е2. Контригра черных не очень опасна. А белые хотят сыграть слон Б5, съесть пешку. В общем, тут были какие-то шансы. Вместо этого Фаби как-то совершенно безропотно начал трактовать позицию. Слон Д3, Владя Д1. И здесь С3 играет. Можно здесь было А4, но вот пытаться как-то раскачать оборону соперника. Он играет С3, конь А5. Напал на пешку, но ее просто черные защитили. Какой-то блокирующий ход А4. Ну и как-то начал топтаться на месте, поменялись. Еще ход С4 довольно подозрительный нам показался. Но можно сыграть было Б3, готовить А4. Все-таки здесь после Б4, конь А5 отличный, блокадный. Слон этот упирается в пешку. Но визуально у черных может быть поприятнее даже. Но все-таки позиция белых крепка. И ресурсов хватило для того, чтобы не проиграть. Хотя вот здесь на долю секунды остались белые без пешки. Но все-таки мало бойцов на доске. И дело закончилось вот такой ничьей. Просто до голых королей доигрались. И сегодня последняя возможность приобрести со скидкой новый курс Алексея Гаганова 30 тактических приемов. Лучший продукт на рынке для того, чтобы изучить все тонкости тактики и повысить за это лето свое мастерство. Ссылочка в описании. А пока мы переходим к следующей партии, подпишитесь на наш телеграм-канал. Там выходит самый оперативный и вкусный контент из мира шахмат. Теперь перейдем к следующему лидеру, российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему. Здесь он играл против Таймура Раджабова, который уступил в прошлом туре Хикару. Соответственно, есть такое правило у профессионалов. После поражения нужно сделать ничеечку. Просто перевести дыхание, немножко прийти в себя. Именно поэтому, и еще по одной причине, партия получилась не супер боевой. Здесь у нас каталон. И ход Ц5 ранее у Яна не встречался, то есть это уже сюрприз. В целом, Ян играет Грюнфельд, а тут он пошел вот эти ферзевые схемы плюс Ц5. То есть он удивил соперника в дебюте. Перешение вот в такой эншпиль. Ц3 это типичный ход для того, чтобы испортить структуру. У белых чуть более активные фигуры, но худшая структура. В целом, эти факторы друг друга уравновешивают. Вот здесь еще поменяли пару фигур. Структура симметричная. Позиция абсолютно равная. Еще вот такой разменчик состоялся. Владельное окончание. Абсолютно равное. Здесь согласились на ничью. Я думаю, эта партия не заслуживает большего времени для рассмотрения. Ну просто парни решили передохнуть. Завтра у них выходной. Для Яна нормальный результат. Сделал ничью черным цветом. Уверенно. Молодец. Ну они что-то еще активно обсуждали после партии. Какие-то дебютные тонкости, видимо. Что даже судей пришлось сделать замечание. Ребят, сыграли такую партию невыразительную. Уж лучше помалкивать. Дин Ли Жень против Рихарда Раппорта. Дин идет минус 1. И ему нужно уже побеждать. Здесь у нас защита Грюнфельда. Базовая схема. И, кстати, Раппорт не так часто играет Грюнфельд. Но тем не менее, видимо подготовил к этому турниру данный дебют. Но играл его не слишком уверенно. Вот этот план Ферзь Д6 и Ферзь Б4, он несколько сомнительный. В целом, давайте я вам опишу основные идеи Грюнфельда. Черные фигурами расстреливают белый центр. У белых красивый центр, но находится под давлением черных фигур. Но если не удастся какие-то слабости создать, то у белых будет поприятнее. Там они будут накатывать пешки. Пока укрепили центр. Ферзь Б4, Ферзь Д3. Не хотим меняться. Е6, чтобы не было Д5. Профилактика такая. Аж 4. Дин начинает наступление на короля соперника. Ладья Д8. И слон Ж5. Вот тут выяснилось, что ход Ладья Д8 не слишком-то удачный. Ну что делать? Что делать? Если Ладья Е8, допустим, отступить. Тут уже надо считаться с идеей, связанной с ходом Д5. И Ладья окажется связанной. Можно сразу сыграть Д5, либо А3. Ферзя, допустим, на Ф8. Прогнали Д5. Взяли-взяли. Ну вот как-то уже неприятно. Проходная. Если Аконе отойдет, там зависает на Е8. Можно, конечно, на Е5 с темпом отойти. Но все равно у белых тут перевес. Позиция не очень хорошая. Что еще можно было сделать после слон Ж5? Если Ладья Е8, ну как-то совсем обидно тоже отступать так назад. Стоило уходить. А3, Ферзь Д6. Е5 можно Ферзя погнать. Ферзь Д7. Ну какая-то уже инициатива. Ферзь А3, А5. Здесь начинаем накатывать. Пассивно стоят черные. Ввиду этих причин, решил пойти на жертву качества. Рихард Раппорт, Конь Д4 играет. Взяли. А5. Сильный ход, кстати говоря. Не боится отскоков конем. Потому что там Ладья зависает. Нету каких-то опасных отскоков с шахом. Слон Е5 последовало. Тут можно было сыграть слон А6, разменяв слонов. Ну А4 пока подкрепляет на Б5. Король Ж7. Король Ж7, кстати. Серьезная ошибка. Серьезная ошибка. Здесь Динь сделал блестящий ход Король Ф1. Его смысл в том, что теперь нету комбит Е2 с шахом. Король ушел из-под шаха. И нету мата по первой горизонтали. В некоторых вариантах это могло сказаться. Ну допустим, если Ладья Ц4 играть. Ну тут просто Конь Ф3. Конь Ф3 шах. В случае Жев забираем Ферзя. В случае Ферзя Ф3 Ладья бьет Д1 с матом. Слон на Е5 как раз таки эту функцию выполняет. Поле Х2 у короля отнимает. После хода Король Ф1, который сделал Динь. На Ладья Ц4 уже Конь Ф3 будет без шаха. И мы сможем съесть Ладью. Вот после Конь Е2. Здесь китайский Гроссмейстер прошел мимо блестящего ресурса. С помощью которого он мог одержать верх. Необходимо было сесть на Д8. А после Конь Ц1 найти точнейший ход Ферзь Ж5. Здесь мы напали на слона. Что делать? Слон с шахом висит. Неприятно. Логично его защитить. Сесть пешку. При этом напасть на поле Ж2. В случае Ладья Ц1. У черных есть компенсация. Без вопросов. Тут А6 сыграют. Тут вообще отличная позиция. Но тут у Белых был ресурс А6 шах. И просто Ладья Д8 мат. Возможно это проглядел. В своем недолгом анализе Дин Лежень. Он реально достаточно быстро сыграл Ферзь Е2. Вот. Меньше чем за минуту сыграл Ферзь Е2. Даже не считал Ферзь Д8. А именно в этом продолжении находился его ключ к победе. После Ферзь Д8 у Белых выиграно. Вот он играет Ферзь Е2. Прошел мимо этого шанса. В итоге вот так позиция упростилась. У Белых лишнее качество. Но у черных есть пешка в компенсации. Плюс инициатива. В общем. Вот в этой позиции они согласились на ничью. И самая интересная партия Тура. Это битва самого юного участника. Лерезы Феруджи. Против самого опытного Хикару Накамуры. Лереза ни одной партии еще не выиграл на этом турнире. И поэтому очень хотел победить. Подготовил достаточно хитрую новинку. В защите Немцовича пошел на этот вариант. С Ферзь Сил на С3. Но это все теория. Слон Ж5. ДЦ. Ферзь С4. Б6. Ладья Д1. Это пока все теория. Слон выходит на А6. Ферзь А4. А6. Вынуждаем определиться слона. Слон А4. Ферзь вышел на Е7. Конь Ф3. Пока белые не торопятся играть Е3 либо Е4. И вот после Ладья Д8 новинка Али Резы. Новая идея. Это ход Ферзь С2. Вроде ход совсем не обязательный. Ферзь А4 стоит полезно. Ограничивает коня. Конь не может выйти, поскольку зависает слон. Плюс Ферзь держит пешку. Самым логичным было сыграть Е3. Тут раньше встречалось Е3. Слон Ф6. Ж4. Ферзь С2. Одна партия была. Справедливости ради скажем. Но кто будет ее учитывать, эту партию? После Ферзь С2. Хикару сыграл С5. И здесь последовало Е4. Вот это уже новинка. Слон Ф1. Ладья Ф1. Казалось бы, белые лишились рокировки. Но у них есть очень жесткая идея сыграть Е5. Е5. И там просто теряется конь, поскольку по этой диагонали завязана куча фигур. Ферзь. Ладья. В связи с этим Хикару пришлось сделать ход Ж5. Но тут юное французское дарование. Даже не думало отступать. Комби от Ж5 играет. Ажеслон Ж5. Грозит Е5. Вот после конь С6. Ферзь С1 еще последовал. Это все стояло дома. Как мы видим, практически не задумывался о Лериза. Ферзь идет на Ф4. Ну, чтобы не попадать под темп после конь Д4. Ферзь трянул на С2. Здесь конь мог его легнуть немножко копытом. Потом Ферзь С1 идет на Ф4. С идеей давления на этого коня. Все-таки белые без фигуры. Они хотят материал отыграть. Ладья Д4 последовала. Довольно мучительных размышлений стоил этот ход для Хикару Ладья Д4. Думал он больше 40 минут. Посмотрим на отставание во времени. Уже больше часа. Конь Д4. Ферзь Ф4. Конь зависает. Но вот здесь Хикару продумал еще 15 минут. И нашел довольно четкий путь, как упростить позицию. Конь С2 шаг. Но уже защищать было бесполезно. На король Ж7, Е5. И конь теряется. Поэтому конь С2 шаг. Ферзь Д7 шаг. Ферзь А4 шаг. И забрал пешку с шагом. Поменял ферзей. И получилось вот такое окончание. Оно, конечно, тоже стояло у Лерезы дома. Перерез во времени катастрофический. Плюс Оля Реза свежий. Все шло по его анализам. И эти позиции он наигрывал. Здесь у Белых поприятнее. Все-таки слон при игре на два фланга считается посильнее, чем конь. Количество пешек равное. И при точной игре черные должны уравнивать. Х4, конь Д5. Слон Д2. И вот потихоньку, помаленьку Оля Реза начинает толкать свои пешки. Хикару пытается их остановить. Ладья Аж 8, чтобы не было G4. Но Оля Реза пешку защищает. Все-таки приводит в движение своих пехотинцев. Ладья Д1. С идеей ЖФ. И там конь зависает. Поэтому пришлось брать. А5. Хикару свою контр-игру создает. Аж 5. Пешки пошли вперед. Ладья Ж8. И здесь следует точнейший ладья Ф1 шаг. И Аж 6. Нельзя забирать слона из-за того, что пешка станет ферзем. Ладья Аж 5 нет ухода из-за того, что мы съедим ее пешкой. Ладья Ж8 также. Пешка становится ферзем. Поэтому после Аж 6. Хикару меняет ладей. И следует слон Д8. В этот момент Хикару запаниковал. Реально запаниковал. Он подумал, что все, это конец. Висит пешка на А5. Ну что, не хочется ее отдавать? Играет А4. Он здесь. Но следует. Ж5. И пешки готовы стать ферзем. Ж6, конечно, допускать нельзя. Потому что... Ну просто уже не остановить. Поэтому король Ф7. Но Аж 7 следует. И на король Ж7. Ж6. Пешки неприкосновенны. На взятие последует просто появление нового ферзя. Конь тоже не может никуда сдвинуться с места. Поскольку есть ход слоны в 6 шах. И все. Ферзь у нас появляется. Кажется, что это конец. Но здесь Хикару находит единственный путь к спасению. Он играет. С3. Крайне важно было разменять эту пешку. Потому что в вариантах. Вот именно наличие лишней пешки на поле Б2. Оно сказывалось. Ну давайте посмотрим. Например, если бы черный сыграли Е5. Как они проигрывают здесь? Король С2 ведем. Тут особо ходов-то нет. Вот в чем проблема. Е4, если пытаться вот так вот задвинуть. То нельзя. Мы можем слона просто перевести на поле С3. Слон А5. Какой-то Б4 еще ход есть. Ну вряд ли. Слон А5. И просто хотим сыграть слон С3 шах. Выменить этого коня. Затем забираем пешку. Это конец. Если не играть Е4. Как? Конь не ходит. Остается король Х8. Король Ж7 ходить. Ну мы постепенно подведем короля. Сыграем король Д2. Король Ж7. Король Е2. Король Е2, правда. Конь Ф4. Конь Ф4. Король Е2 нельзя ходить. Тут можно слон Ж5. Пока передать очередь хода. Король Х8. Король Е1. Король Ж7. Вот так вот будем вести потихонечку. Король Ф2. Допустим, король Х8. Чтобы под шахи не вставал король. Главное. Конь Ф4 было без шаха. Король Х8. Король Ф3. Король Ж7. Король Е4. Вот так добирались до пешки постепенно. И здесь партия заканчивалась. А вот после хода Ц3, который сделал Хикару, Лериза начал мучительно думать. Давайте обратим внимание на часы. У него был час 44. Он продумал больше часа над одним ходом. Час 0-2. Хикару уже сделал свою работу. Посчитал все до самого конца. Пошел до Старбакса. Купил кофеечку. Кайфует. Может еще в пару магазинчиков заглянул. Потому что час ждать это невыносимо. Хотя, если быть откровенным, то им это запрещено. Выходить из турнирного зала. Так что не знаю, где он достал кофе. Больше часа над одним ходом сыграл БЦ. Король С2. И выясняется, что здесь черные просто делают ничью. После Е5. Король Д2. Король Х8. Как белым усиливаться? Им надо как-то попасть на поле Е4 своим королем. Но король Д3 играть нельзя из-за коня в 4 шах. Все, если брать, то можно и проиграть белыми. Потому что здесь штаны. Пешки идут с двух сторон. Король не успевает их остановить. Если король Е2 играть, то коня в 4 шах также следует. Поэтому Алиреза идет через поле Е1. Пытается как-то вот так, окольными путями пройти к полю Е4. Но тут как раз таки возникает спасительный ресурс. Б4. Единственный ход тоже. Если так не сыграть, допустим, король Ж7, то вот все получается у белых. Король Ф1 надо сыграть. Король Ф2 тоже нельзя. Потому что здесь после Б4, АБ, А3. В принципе, те же варианты. Слон С1, конь Б4, съели пешку. Грозит конь Д3 шах. И конь успевает на Ф4 перейти. Например, на слон А3 шах. Конь Ф4 и забираем пешку. Поэтому здесь надо было играть. Если бы это сложилось. Король Ф1. Король Х8. После того, как король ушел на Х8, уже можно сыграть король Ф2 даже. Потому что здесь Б4. АБ не надо играть. Здесь на Б4 король Ф3 играем. На Ба король Е4. На А2 король Д5. На А1 ферзь. Слон Ф6 мат. Вот такой вариант. Ну, в общем, на это мог рассчитывать Альериза. В случае неточности Хикару. Но он сыграл убийственно точно Б4. АБ. А3. Пешку надо останавливать. Играть слон С1. И следует конь Б4. Ну и тут, в принципе, все стало ясно. На слон А3 конь удачно. Единственными ходами успевает заскочить на поле Ф4. Ну, кстати, можно и конь С2. Здесь слона. Можно и также конь Д3 шах. Конь Ф4 съесть пешку на Ж6. Это тоже ничья. Поэтому Альериза играет король Д2. Конь Д5 пошел. Слон А3. Ну и конь успел на Ф4 встать. В общем, ход в ход чудом Хикару смог спасти эту встречу. И в итоге все поединки завершились ничью. Вот такой у нас получился миролюбивый тур. Ну что ж, надеемся, что такой тур может задать тенденцию всему, что происходит в мире. Кто знает. Вдруг все смотрят за шахматами. Великие политические умы. А я благодарю вас за внимание. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самых интересных моментов с турнира претендентов. И скачивайте книгу «21 критическая ошибка новичка в шахматах». А мы будем следить в прямом эфире за всеми оставшимися поединками в этом грандиозном турнире. Мы начинаем трансляции в 15 на 0 по московскому времени. В первый час я играю со зрителями. А потом уже вместе с именитыми гроссмейстерами мы следим за ходом соревнования. Поэтому жду вас в прямом эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok